Добрый день, дорогие друзья! В нашем общероссийском чемпионате по фальсификациям новое достижение. Казалось бы, нас, российских граждан, можно удивить чем угодно, только не жульничеством на выборах. Мы все видели Белу Чурова, 146% проголосовавших избирателей. Мы видели ровные стопки бюллетеней в урнах и 99% кавказских процентов за Путина. Мы видели, как работники избиркомов под камеры вбрасывают бюллетени. Видели подвозы, карусели, видели мухлёж с надомным и предварительным голосованием. Но, видимо, нет предела совершенству. Выборы этого года одарили нас новыми технологиями манипулирования. В этот раз власти решили не отдавать результаты на волю случая и избирателя. Мало ли, как они там наголосуют, вдруг потом уже никакими вбросами не исправишь. Надёжнее просто не пустить независимых кандидатов на выборы. Вообще не регистрировать их. И вот тут сразу проявилась региональная специфика. В Питере решили кандидатов в муниципальные депутаты тупо не пускать в избиркомы. Создаётся искусственная очередь из крепких спортсменов и из подневольных студентов. Ну и всё. Вас здесь не было. Вылетай ваш, вылетай сразу. Там очередь можно заметить. Не успели вы, гражданин-кандидат, сдать документы? Ну ничего. Через пять лет больше повезёт. Попробуйте в следующий раз. Вот так вот, в наглую, не скрываясь. Ну, кандидаты в Питере боевые. Боевые штабы. И на этих муниципальных выборах наш проект «Объединённые демократы» оказывал помощь кандидатам в депутаты. И вот повод для гордости. В Санкт-Петербурге более 260 кандидатов в муниципальные депутаты были зарегистрированы с помощью нашего проекта. Где-то хитростью, где-то юридическими инструментами штабы добились регистрации, несмотря на искусственные очереди, требования по сбору подписей и враждебные отношения с Биркомом. А вот в Москве оппозиционных кандидатов решили не допускать до регистрации более изощрённым методом. На выборах Мосгордумы установлены абсолютно драконовские требования по количеству подписей в поддержку выдвижения. Самовыдвиженцы должны собрать подписи 3% избирателей по своему округу. Напомним, что на муниципальные выборы часто приходят меньше 20% всего. Эти подписи должны подтвердить, что кандидат обладает достаточной поддержкой для допуска к выборам. Эта мера абсолютно запретительная и на самом деле служит для отсева неугодных власти кандидатов. Предполагается, что никто столько подписей собрать не сможет, а значит избирком начинает решать, кого допускать, а кого и не допускать. Но независимые кандидаты научились собирать подписи, чем поставили избиркомы в крайне неудобное положение. И вот как теперь заворачивать неугодных? Это легко. Можно просто все собранные подписи объявить фальшивыми. Почему? Да по кочану. Просто так. Наш специалист так и сказал. Подписи фальшивые. Таких граждан не существует. Мы, мол, по базе проверяли. Ну и что, что он перед нами с паспортом стоит и говорит, что ставил подпись? Вы кому верите? Вашим бесстыжим глазам или нашему абсолютно честному специалисту? Проходите, товарищи, не задерживайтесь, а то еще привлечем за фальсификацию. Вот так вот ловким движением рук тысячи москвичей оказались как бы призраками. Их как бы не существует. Они в какой-то там базе не значатся. И плевать на фото или видеофиксацию сбора подписей. Плевать на нотариально заверенные заявления. Мы тут уже решили, кому можно идти на выборы, а кому нельзя. И поэтому не вмешивайтесь. 140 подписей были забракованы в нарушении избирательного плодовца Москвы. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва под намандатом избирательного круга номер пять решила. Отказать в регистрации кандидатов депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному кругу номер пять. Гудкова Дмитрия Геннадьевича. Это, конечно, плевок в лицо. И кандидатам. И оставившим за них подпись избирателям. Да и всем москвичам. Власть говорит, у нас сила. Поэтому будет по-нашему. Утритесь и давайте-ка за единороссов. Которые, к слову, от стыда стали тщательно скрывать партийную принадлежность. Но за этим хамством и кажущейся силой московских властей скрывается на самом деле слабость. Они боятся. Боятся граждан, боятся разоблачений, боятся скандалов. Отсюда эта показная наглость. Они ведь на самом деле думали все сделать тихо. Тихо ввести запретительное количество подписей, тихо их забраковать, тихо не допустить независимых кандидатов до выборов. А потом тихо, без посторонних глаз, оседлать московский бюджет. Ведь в чем же все дело-то? Мосгордума принимает бюджет города. Между прочим, 2,5 триллиона рублей. 40 миллиардов долларов каждый год. А тут еще и реновация намечается. Это же сколько денег можно освоить. Сколько потом пентхаусов накупить. Большой куш. И московским властям совершенно не нужно, чтобы кто-то чужой сидел в Мосгордуме и смотрел, как и среди кого этот куш распределяется. Властям не нужно. А москвичам, наоборот, нужно. Над властью должен быть контроль. Без него она борзеет и бразнзавеет. Московские власти считают, что, не допустив независимых кандидатов на выборы, они от угрозы контроля избавились. Надо доказать, что это не так. Конечно, первая и ближайшая задача – это добиваться регистрации всех кандидатов, собравших подписи. Это следует делать громко, публично и настойчиво. И главное – всем вместе. Сейчас как раз тот случай, когда надо объединиться и показать в сентябре, что выборы без выбора можно сделать еще большей проблемой для власти. То есть поступить так, как власть опасается, что мы поступим. Но важен также и более долгосрочный план. Московские власти хотят отрезать общество от информации о своей деятельности. Ну что ж, вызов принят. Значит, все независимые кандидаты должны действовать так, как они бы действовали в Мосгордуме. Да, возможностей поменьше, но свободы действий побольше. Внесли власти городской бюджет – отлично. Недопущенные до выборов кандидаты изучили, обсудили его, как в Думе, и рассказали избирателю. И посыл здесь простой. Вы поставили за нас подпись, тем самым наделив своим доверием. Теперь мы отрабатываем. Да, нас обманули. И вас, и нас. Но это не повод опускать руки. Поэтому вот сейчас мы вам расскажем, сколько в следующем году этот департамент мэрии собирается скоммуналить, а вот этот вот сколько собирается сблагоустроить. И вот так по каждому закону, по каждому решению, где городские деньги уходят в чиновничьи карманы. Можно это будет назвать параллельной Мосгордумой. Можно народной. Не важно. Важно делать то, от чего нас так настойчиво отпихивают. Конечно, такая работа требует затрат времени, сил, привлечения экспертов. Время и силы – это инвестиции, необходимые каждому политику, которая играет в долгую. Они окупятся. Да, вам предстоит год-два напряженной работы с интенсивностью предвыборной кампании. Зато представьте себе степень вашей узнаваемости и поддержки через пару лет. А через два года, между прочим, выборы в Государственную Думу, где тоже сначала потребуются подписи, а потом и голоса избирателей. Ну а что касается привлечения экспертов, то поможем. Обращайтесь, как поможем и с юридической поддержкой по обжалованию всего этого издевательства, которое московские власти называют регистрацией кандидатов. И это тоже очень важно. Мосгордума, которая будет сформирована в результате таких выборов, полностью нелегитимна. Деньги, распределенные ей, просто украдены. Но одно дело – осознавать это, а другое – иметь юридически значимые и правильно оформленные доказательства. Да, сейчас в суде при Егоровой у нас немного шансов. Но когда-то, возможно, раньше, чем вы ожидаете, это будет востребовано. Поэтому озаботиться надо уже сейчас. В целом, то, что сделали московские власти на этих выборах – это плевок в лицо. Плевок в лицо всем нам, кандидатам, избирателям, москвичам. От вас зависит, что будет дальше. Просто утретесь, сделаете вид, что не очень-то и хотелось самим решать, на что тратить городские деньги, по каким правилам жить, или все же заставите уважать нас, себя. Решать вам. Всего хорошего. До новых встреч.